С вами канал OpenTeacher. В этом видео мы с вами поговорим о том, как начать работу Google Classroom. Для этого вам необходимо будет в браузере писать слово classroom.google.com. Это первый способ. А второй способ — это открыть любую поисковую систему и написать то же самое. Написать Google и кликнуть на первую ссылочку, которая находится у вас в топе. В обоих случаях вам необходимо иметь Google Аккаунт, и вы должны обязательно посмотреть предыдущее видео перед тем, как переходить на это видео. Открываем Google Classroom, нажимаем Continue, выбираем свою роль. Я преподаватель, выбираю I am a teacher. Если вы так же, как и я, только что открыли Google Classroom, то у вас будет такое же пустое окошечко, никаких классов здесь не будет замечено, но с течением времени здесь появятся папочки для ваших классов. Чтобы открыть свой первый класс, вы нажимаете на правом углу на плюсик, нажимаете плюс и нажимаете создать курс. А здесь получается, чтобы работать с Google Classroom, необходимо создать бесплатный аккаунт G Suite Education для вашего учебного заведения. Мне все понятно, я не использую класс в учебном заведении. Это в том случае, если вы создаете только для своего класса, а не для школы целиком. То есть, выбираете вот эту галочку и нажимаете Продолжить. Пишите название курса. Икт, к примеру, для учителей. Здесь вы можете написать какой-нибудь раздел, предмет и аудитория. Я этого все не буду писать, просто напишу Икт для учителей, так как первая вкладка, она обязательно. Нажимаю Создать. Как только вы нажали Создать свой первый класс, у вас появится такое окошечко с новостями от Google, что нового в Google Classroom. Просто кликаете ОК, и это ваш первый Google Class. После того, как вы создадите свой Google Class первый, вы можете увидеть на следующее окошечко. Это шапочка вашего класса. Это код, который вы будете раздавать пользователям. В дальнейшем мы все это рассмотрим. Это вкладка Заданий. У нас нет никаких заданий. Здесь вы будете добавлять новые записи, какие-то памятки. С этим мы все еще будем разбираться дальше. Что еще? У нас сверху существуют вкладки. Вкладки Задания. Здесь мы создаем задание. Здесь у нас есть папка курса на диске. Вы можете в своем Google Drive увидеть эту папку для отдельного класса. Вот, папка называется ИКТ для учителей. То есть, путь мой диск к классовым ИКТ для учителей. Также здесь есть пользователи. Здесь преподаватели к этому классу, учащиеся к этому классу. В дальнейших видео мы будем подробнее говорить, как добавлять преподавателей, как добавлять учащихся. Здесь также у нас есть вкладка Оценки. Вы будете видеть оценки своих учеников. Те оценки, которые вы сами выставили. И здесь, конечно же, настройки. Про настройки мы поговорим на следующем уроке. На этом все.